Эй, ребята, в курсе, что Илон Маск опять готовит нечто, от чего у всех глаза на лоб полезут? На этот раз речь идет о гиперзвуковом самолете, который может изменить все законы скорости, которые мы знали до сих пор. Представьте, скорость такая, что кажется, будто вы летите в сценарии крутого фантастического фильма. Чем же Илон нас удивит на этот раз? Захватывающая история начинается, и мы вместе узнаем всю правду о его новом приключении. Илон Маск анонсировал запуск гиперзвукового космического лайнера в 2024 году. Новейший самолет основан на достижениях компании SpaceX в области космических технологий и ракетостроения. Starjet сможет разгоняться до скорости выше пяти махов, значительно уменьшая время полета. На борту Starjet установлен современный ракетный двигатель Raptor, а также применяются передовые материалы, способные выдерживать экстремальные условия на больших высотах. Особое внимание уделено комфорту и безопасности пассажиров. Разработка такого самолета связана с множеством технических, нормативных и логистических сложностей. Поэтому задачей Маска также является активное взаимодействие с регулирующими органами и аэропортами для создания новых правил и стандартов для подобных высокоскоростных полетов. Starjet обладает значительным экономическим потенциалом и способен изменить авиационную отрасль, открывая новые рыночные возможности и перспективы для бизнеса. Возможность самолета достигать гиперзвуковой скорости делает его идеальным вариантом для деловых путешествий, туристических маршрутов и грузоперевозок. Двигатель нового поколения объединяет в себе лучшие черты традиционных авиационных технологий и уникальные разработки SpaceX в области ракетостроения. В качестве топлива в Starjet используется комбинация жидкого метана и кислорода, что снижает воздействие на окружающую среду при эксплуатации самолета. Аэродинамический дизайн Starjet оптимизирован для минимизации сопротивления воздуха и обеспечения максимальной эффективности полета. Использование современных композитных материалов позволило добиться идеального сочетания прочности и веса конструкции. Передовые системы навигации и связи, а также электронные системы управления обеспечивают точное и плавное управление воздушным судном. Паня намерена внедрить экологически безопасные методы эксплуатации и обслуживания, включая переработку и повторное использование компонентов самолета. Поможет сократить углеродный след и увеличить срок службы воздушного судна. Илон Маск и его новый гиперзвуковой Starjet нацелены на радикальное изменение мира путешествий и логистики. Делая их быстрее, удобнее и доступнее. Проект может способствовать международному сотрудничеству и инновациям, объединяя людей и преодолевая географические границы. Кроме того, открываются новые горизонты для развития туризма и научных исследований. Starjet является частью общего тренда на создание все более совершенных транспортных средств. Среди которых важное место занимают гиперзвуковые самолеты и космические путешествия. Продолжайте смотреть и вы узнаете о последних разработках конкурирующих компаний. Есть ли среди них реальная альтернатива Илону Маску и его новому гиперзвуковому самолету? В 2019 году американская компания Hermeus объявила о разработке гиперзвукового беспилотника Quarter Horse. Самолет длиной 39 футов 4 дюйма и с размахом крыльев почти 10 футов оснащен комбинированной силовой установкой Chimera, основанной на двигателе GEJ 8521. Эта установка способна разогнать аппарат до скорости в 5 махов. Hermeus решила использовать итеративный подход к разработке, запланировав создать 4 демонстрационных прототипа. Каждый из них предназначен для поэтапной проверки различных технологий и процессов. Первый прототип, получивший обозначение MK0, был собран в 2023 году и пользовался исключительно для наземных испытаний. Завершение этих тестов компания сообщила в начале 2024 года. 28 марта 2024 года Hermeus представила второй прототип Quarter Horse, MK1, созданный всего за 7 месяцев. В отличие от предшественника, этот вариант предназначен для выполнения полиоов. Его задачи включают проверку работы всех систем во время взлета, посадки и полета на дозвуковых режимах. Для этого MK1 оснащен двигателем GEJ 85 и управляется дистанционно. Кроме того, компания Hermeus поделилась информацией о том, что прототип Quarter Horse MK2 получит более мощный двигатель Pratt & Whitney F-100. Основная цель этой версии – испытание полетов на сверхзвуковой скорости. Предполагается, что третий прототип поднимется в воздух в 2025 году. SR-71 Blackbird, созданный во времена Холодной войны для замены устаревающего самолета-разведчика U-2, остается одной из самых знаковых моделей в истории авиации. Спроектированный по заказу ЦРУ для уклонения от советских радаров и ракет, черный дросс стал важным инструментом стратегической разведки благодаря своей уникальной скорости и высоте полета. Футуристический облик самолета был результатом сложных инженерных решений. Форма корпуса и крыльев, напоминающих тонкие треугольники с углом стреловидности в 60 градусов по передней кромке, обеспечивали превосходные аэродинамические характеристики на всех режимах полета. На борту находились различные электронные сенсоры, боковые радары и фотокамеры. Развивая скорость свыше трех махов, SR-71 легко избегал перехвата истребителями и зенитными ракетами, став самым быстрым пилотируемым самолетом в мире. Хотя развитие спутниковой разведки и беспилотников привело к снятию его с вооружения в 90-е годы 20 века, черный дросс оставил заметный след в истории авиации. За долгие годы безупречной службы он не потерпел ни одной боевой потери, подтвердив свою важность в воздушной разведке и оставшись символом технологического прогресса в авиации. Сверхзвуковой пассажирский самолет Halcyon, способный развивать скорость до 4000 миль в час, обещает революционизировать авиаперевозки, сократив время полета из Лондона в Нью-Йорк до всего лишь 90 минут. К 2029 году ожидается, что этот самолет будет обслуживать около 125 маршрутов по всему миру. Halcyon будет оснащен гибридным двигателем, совмещающим два традиционных авиационных решения. Испытания и начало коммерческой эксплуатации этого самолета ожидаются к концу текущего десятилетия. Развивая скорость в пять раз выше звуковой, Halcyon станет самым быстрым гражданским самолетом в мире. Для сравнения, максимальная скорость знаменитого Concorde составляла 1350 миль в час. Halcyon же сможет преодолевать расстояние до 4000 морских миль, что сделает возможными трансатлантические рейсы в Нью-Йорк-Париж без промежуточных посадок. Однако для полетов над Тихим океаном, например на маршруте Лос-Анджелес-Токио, потребуется короткая остановка. Стоит отметить, что Halcyon не сможет использоваться на внутренних и межконтинентальных маршрутах, проходящих над сушей из-за сильных звуковых ударов, возникающих при такой высокой скорости полета. Паня Lockheed Martin недавно закончила строительство экспериментального самолета X-59 в рамках программы разработки сверхзвуковой пассажирской авиации. В ближайшем будущем начнется этап летных испытаний, где будут показаны реальные возможности новых технологий и конструкторских решений. Проект X-59, ранее известный под индексом KST, был завершен в 2018-2019 годах. Сборка самого самолета завершилась в июне 2023 года. Экспериментальный X-59 представляет собой одномоторный самолет уникальной конструкции, разработанный с нуля на основе последних научных данных. Длина самолета составляет 95 футов, размах крыльев 29,5 футов, высота в положении стоянки 13 футов, 9 дюймов, футов 9 дюймов. Максимальная взлетная масса достигает 32 408 фунтов. Самолет способен перевозить до 9700 фунтов топлива и 661 фунт полезной нагрузки в виде научного оборудования. Одной из особенностей конструкции X-59 является фюзеляж с большим удлинением и изменяемым поперечным сечением. Длинный носовой обтекатель с горизонтальным передним срезом придает самолету необычный внешний вид. Силовая установка состоит из одного турбореактивного двигателя General Electric F414GE100, что позволяет самолету на высоте около 10 миль развивать максимальную скорость 1,5 маха при крейсерской скорости 1,42 маха. Главная задача X-59 – продемонстрировать возможность тихого сверхзвукового полета. Оптимизация аэродинамических характеристик самолета направлена на уменьшение уровня шума при полете. Хотя X-59 предназначен исключительно для испытаний и экспериментов, NASA рассчитывает использовать полученные данные в будущих проектах авиационной техники. Бостонская компания Spike Aerospace, созданная бывшими инженерами Gulfstream, Eclipse и Airbus, ставила в 2013 году проект бесшумного сверхзвукового пассажирского самолета будущего. Их разработка Spike S512 предназначена для перевозки от 18 до 22 пассажиров и должна развивать крейсерскую скорость 1,6 маха с возможностью разгона до 1,8 маха. Особенность проекта заключается в том, что самолет сможет летать на сверхзвуковой скорости даже над сушей, что сейчас запрещено из-за звукового загрязнения. Spike Aerospace планирует оснастить самолет новым экспериментальным двигателем. В салоне не будет стандартных иллюминаторов, что снизит вес и увеличит прочность фюзеляжа, а также повысит скорость полета. Для компенсации отсутствия окон внутри салона установлены тонкие изогнутые дисплеи, которые в режиме реального времени отображают внешний вид благодаря наружным микрокамерам. Первая демонстрационная версия SX-1.2, уменьшенный беспилотный аналог S512, успешно прошел летные испытания в США в 2017 году, подтвердив корректность аэродинамических расчетов. Проект поддерживается производителями и аэрокосмическими центрами по всему миру, включая Quartus Engineering в США, Siemens в Германии и Ernova в Испании. Spike Aerospace представила полноразмерный бизнес-джет в 2022 году и планирует начать коммерческие перевозки к 2028 году. Boom Supersonic приступил к разработке своего сверхзвукового самолета Overture в 2014 году. С тех пор компания привлекла инвестиции в размере 270 миллионов долларов и получила поддержку от ключевых участников рынка авиаперевозок. К середине следующего десятилетия стартап планирует продать около 2000 самолетов различным авиакомпаниям и частным заказчикам по цене около 200 миллионов долларов за единицу. Overture будет обладать длиной 169 футов 9 дюймов и размахом крыльев 59 футов 7 дюймов, рассчитан на перевозку 75 пассажиров. Чтобы ускорить процесс разработки и тестирования технологий, компания сначала создала уменьшенный прототип XB1, известный как Baby Boom. Эта модель в три раза меньше Overture. Ее длина составляет 68 футов 9 дюймов, а размах крыльев 21 фут. Она рассчитана на двух пилотов. Строительство и аэродинамическое тестирование XB1 началось в 2018 году, а в октябре 2020 года прототип был показан в полностью собранном виде. Испытания начались в 2021 году. Прототип будет летать быстрее основного самолета. 2,2 маха вместо 1,7 маха, что дало возможность проверить все технологии в условиях максимальной нагрузки. Первый полноразмерный экземпляр Overture планируется представить в 2025 году, после чего начнутся тестовые полеты. Коммерческие рейсы на Overture ожидаются с 2029 года. Исследования по созданию сверхзвукового самолета начались в 1940-х годах. Пионером в этой области стал американский экспериментальный самолет Bell X-1, оснащенный реактивным двигателем XLR-11. Именно на этом самолете 14 октября 1947 года американский летчик-испытатель Чарльз Йегер впервые преодолел звуковой барьер в управляемом полете. Первым серийным истребителем, способным достигать скорости звука, стал советский МиГ-17, разработанный в конце 1950-х годов и запущенный в производство в 1944-м. Настоящим прорывом в области сверхзвуковой авиации стал американский North American F-100 Super Saber, совершивший свой первый полет в мае 1953 года и начавший массовое производство в 1954-м. В 1900 срок в втором годах произошли значимые успехи в развитии сверхзвуковой авиации. Конструкторы смогли решить проблемы устойчивости и управляемости на сверхзвуковой скорости, что открыло дорогу для создания сверхзвукового самолета разных типов. Первые гражданские сверхзвуковые самолеты появились в конце 1960-х годов. Это были советский Ту-154 и французский Конкорд. Ту-144 совершил свой первый полет в 1968 году, но активно эксплуатировался только с 1975 по 1988 год. Затем его эксплуатация прекратили, и самолет стал музейным экспонатом. Корт совершил свой первый полет в 1960 году и эксплуатировался с 1973 по 2003 год. В настоящее время сверхзвуковую авиацию продолжают разрабатывать. В 2024 году находятся в стадии разработки несколько проектов сверхзвуковой авиации. В 21 веке человечество осознало все преимущества сверхзвуковой авиации, но столкнулось с некоторыми проблемами, характерными для этого вида транспорта. Тем не менее, технологии продолжают совершенствоваться, и супер- и гиперзвуковая авиация вновь занимает центральное место в научно-технических исследованиях. Теперь, друзья, я хочу вам сделать очень интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. А на сегодня это все. Благодарю за просмотр.